всем привет и как я обещал вам давайте сегодня я сделаю обзорчик на бронепровода от омеги 2 с половиной объемом собственно вот эти самые провода это старый комплект который стоял у меня на двигателе в предыдущем ролике я говорил что менял провода и причина замены была такая что на четвертом цилиндре провод пробила на свечой и на массу и двигатель троил в общем то это провода рабочие еще они хорошим рабочем состоянии но них не хорошим но в рабочем состоянии но в общем решил я их поменять на новые и поставил значит новые провода вот такой фирмы это авто мега в общем это от компании дело немецкие под торговой маркой авто мега не российский сертификат идет по штрих-коду можно узнать что это сделано в германии было немецкая фирма это значит эти провода были по средней цене но хорошего качества такие же пока что как дельфи или беру вот но немножечко по средней цене от них вот а родные стояли провода от фирмы беру вот они беру беру германия вот значит когда ставить новые провода нужно значит не перепутать пучки но в принципе их трудно перепутать потому что на одну сторону головки идут вот длинный пучок проводов на другую сторону головки идет покороче пучок проводов ну и соответственно есть значит по проводам номерации значит вот такие вот у них четвертый цилиндр шестой цилиндр и какой второй цилиндр вот это на одну сторону головки провода и не ошибешься значит есть вот они обозначению них 5 цилиндр 3 цилиндр 1 цилиндр общем особенность такая замена что на омеги катушки стоят на задней части двигателя нас на головках там крепления и катушка стоит значит между телевизором щитом машины и двигателем в общем туда довольно сложно подлазить и приходится разбирать верхнюю часть где стеклоочистители значит пластиковые пыльнички защиты это надо снять тогда более лучше будет доступ значит катушкам чтобы сдернуть провода но кто это этим будет заниматься первый раз желательно значит перед тем как сдернуть с катушки провода запомнить место расположения каждого провода можно записать сфотографировать на телефон или на фотоаппарат наверно там не получится потому что там сильно маленькое узкое место но лучше всего записать и визуально конечно запомнить откуда с катушки выходит каждый провод на какой цилиндр желательно взять ручку и записать то есть третий провод с одного отверстия катушки четвертый пятый там провода с других и либо можно по отдельности провод вытащил сдернул значит поставил новый провод старый провод вытащил сдернул с катушки поставил новый провод собственно таким путем можно не ошибясь заменить провода проблема основная заключается в замене по времени долго это происходит в общем-то на свечных колодцах проблем не составляет поменять провод просто из свечного колодца выдернул провод и вытащил аккуратненько и новый воткнул свечной колодец основная задача подлезть значит как катушки катушки ну вот снимаете пластиковый корпус сейчас я покажу какой вот собственно говоря нам нужно будет для замены проводов свечных снять вот этот защитный пластиковый кожух то есть надо снять дворники раз два вот здесь такие такие фиксаторы крутилочки их на 90 на 180 градусов прокручиваешь раз два три четыре там ну сколько восемь шесть сколько не помню точно вон она видно крепление вот она катушки это как бы первая часть вот а сама катушка крепится корпусу двигателя четырьмя болтами болты эти на десять то есть если как бы вот так вот подлазить туда руку вот отсюда просовывать с этой стороны головки такой маленький изогнутый ключ на 10 иметь то можно открутить всю катушку и более визуально тогда вот так наглядно можно будет смотреть на катушку какие провода на какой цилиндр идут а здесь все довольно просто здесь можно вот эту освободить планку с проводами раз два три цилиндра довольно легко тут а поменять просто пучок про просовываешь сюда и вставляешь колодцы ну а здесь с этой стороны головки еще более удобнее то 5 3 и первый цилиндр вот они находятся свечные колодцы просто всовываешь туда и все вся основная проблема заключается довольно трудоемкая работа это вот там на катушке и вот собственно говоря вот эти вот провода которые говорил от авто омеги и авто меганах написано надпись на самих проводах вот она если сейчас камера увидит можно прочитать авто мега вот но как проверять визуально на качество провода проверяешь естественно в магазине ты сразу не определяешь работоспособность проводов это уже ставим на автомобиль поймешь рабочих провода или нет ну так визуально на ощупь на можно определить то есть простой способ как бы вот надпись белая да на черном проводе если она от пальц стирается то это конечно подделка ну а если вот так пальцем надпись не стирается если надпись крепко сидит крепкая хорошая как как краска то это значит хорошего качества провода ну и соответственно есть специальные приборы которые измеряют сопротивление проводов там 3 ома сопротивление или там 2 и 5 сопротивления то есть на конечно на определенные двигатели идут разные провода разным сопротивлением вот собственно говоря вот такие провода и значит замена проводов заключается вот в таких вот трудоемких процессах ну на этом все всем пока